Ливийцы. Фильм пятый. В этом фильме поговорим о том, как работать с двухкомпонентным эпоксидным веществом – милипутом. Эта смесь по свойствам близка к глине. Она затвердевает почти без усадки. Милипут понадобится нам для создания различных недостающих деталей на наших моделях. Сначала определимся с тем, что нам не хватает на фигурках солдатиков. Начнем с щитов. На современных реконструкциях ливийских воинов на щитах изображают умбоны. Что такое умбон? Умбон – это металлическая бляха-накладка полусферической или конической формы, размещаемая на круглых щитах посередине, защищающая кисть руки воина, которой он держит щит за ручку. Если ручки нет, то щит удерживается при помощи ремней. При этом умбон тоже может быть на щите, хотя при этом он уже не закрывает кисть воина. В данном случае это дань традиции. К тому же он продолжает выполнять защитную функцию. Обратите внимание на вот эти фигурки ливийца и нумидийца от звезды. Смотрите на конструкцию щитов. Я на военно-исторических сайтах сталкивался с мнением, что у ливийцев, умбонов и обивки кромки щитов не было. А подобной модели звезды есть вымысел скульпторов. Такое мнение в частности высказывает админ сайта поля боя PipeMan. В его статье от 2006 года как раз про это и говорится, хотя с админом я довольно часто жестко спорю на этом сайте. Но все же признаю, что его знания в военном деле довольно обширны и с ним стоит считаться, если не удается доказать обратного. В целом его статья о наборе звезды карфагенская пехота верная, поэтому я срезал кромки щитов у своих ливийцев. Но буквально через 10 дней нашел в интернете вот это изображение. Это статуэтка Пуна ливийского всадника 2 века до нашей эры. Мы видим, что у него небольшой щит с умбоном, а кромка щита особо выделена скульптором. Видимо он изобразил металлическую или скорее кожаную обивку края щита. Это говорит нам о том, что звезда сделала модели щитов для ливийцев и нумидийцев правильно. Так что кромки лучше не срезать. Еще несколько щитов я покажу чуть позже, а сейчас перейдем непосредственно к созданию умбонов. Как мы помним из прошлых фильмов, мне не хватало круглых щитов для армии ливийцев. Я их смастерил из пластика. В центре каждого такого щита есть проволока для крепления щита к руке модели. Место крепления умбона сначала вымазываем милипутом. Я сильно надавливаю и размазываю небольшой кусочек смеси и она хорошо прилипает к поверхности щита. Ждем, когда милипут высохнет. Мы переходим ко второму этапу. Скатываем небольшой шарик и помещаем его на место умбона. Зубочисткой смоченной водой аккуратно прилипляем кусок поверхности щита, при этом образуя форму умбона. Подчищаем все лишнее. Получаем вот такой результат. У ливийцев были набедренные повязки, туники и плащи из козьих шкур. При обработке фигурок я удалял с них все лишнее и порой частично повреждал одежду. К тому же повязки у индейцев изулусов, из которых я делал ливийцев, далеко не всегда нужны формы. Эту проблему аккуратно исправляем. Раскатываем милипут в тонкий блин и лепим на фигурку. Лишнее удаляем зубочисткой. Одной фигурке сделал тунику. Делать ее не сложно. Главное не переборщить с милипутом и смачивать руки и инструмент ладой. Не забываем выдавливать складки на одежде. Как указано у Геродота, ливийцы носили плащи из козьих шкур. А как они выглядели? Древние египтяне любили все рисовать и они запечатлели ливийцев в плащах. Так они выглядели примерно за тысячу лет до нужного нам периода. Плащи явные шкур коров. По крайней мере на первой и третьей фигурке рисунок шкуры коровы виден четко. Другие плащи расписаны узорами. Но Геродот пишет, что у ливийцев были просто красные плащи. На помощь к нам приходит археология. Ученые обнаружили несколько интересных терракотовых статуэток североафриканских всадников времен пунических войн. Южно-италийская терракотовая статуэтка, изображающего раненого нумидийца. Сейчас находится в Лувре. Мы видим предположительно нумидийца из армии Ганнибала. На нем надет плащ. У него одна лямка, которую перебрасывали через правое плечо. Плащ длиной до пояса. Край имеет бахрому. Было установлено, что когда-то фигурка была окрашена и плащ был красным. Мы видим, что описание Геродота и находка археологов друг друга дополняют и подтверждают. При этом манера ношения этого плаща схожа с той, которая была у ливийцев на египетских фресках. Отсюда можно сделать два вывода. Либо это нумидийц, одетый в ливийский плащ, либо это ливийский всадник. Что важно для нашей реконструкции, так это форма плаща. Восьмерым воином я сделал плащи. Вот как они выглядят. Покажу несколько вариантов. Поле длинное у пехотинцев. Плащи покороче у усадников. Теперь перейдем к ремням. Через правое плечо у ливийских воинов, имеющих мечи, должны проходить ремни, на которых висели ножны. Скатываем милипут в нить и прилепляем к модели. В одной фигурке я изобразил щит, перекинутым в транспортное положение. Он висит на ремне за спиной у воина. В идеале все фигурки должны иметь такие ремни, но я упростил модели и их не делал. Ну и сразу переходим к лицам воинов. На этой фигурке видно, что я сделал бороду. На 28 моделей у меня получилось 11 бородатых воинов. Я исходил из того, что часть воинов были молоды и могли еще не носить бороды или сбривать ее. Данная археология несколько противоречива в данном вопросе, но все же, видимо, бороды были. На колонии Трояна нумидийцы изображены выбритыми или с короткими бородками. Это уже романизированные африканцы, которых римляне взяли с собой в качестве легкой конницы вспомогательных войск на войну с даками. Мы видим, что бороды могли быть не у всех. Теперь обратимся к археологии и посмотрим на бороды времен пунических войн. Рассмотрим нумидийцев, а потом сравним их с левицами. Терракотовая статуэтка из Коносы. Третий-второй век до нашей эры. Музей Виктории и Альберта. Лондон. Это нумидийцы времен пунических войн. Мы видим бороду конической формы. Еще несколько изображений североафриканских кочевников. Это нумидийц из современного Алжира. Надгробие из Кобизара. Второй век до нашей эры. Национальный музей Алжира. Обратите внимание на бороду. Она довольно длинная и коническая. Кстати, у воина три дротика и щит с сумбоном. А это изображение нумидийца из кифры. Опять видим маленький круглый щит сумбонов, два дротика и бороду конической формы. Практически такие же бороды египтяне рисовали левийцам. Можем видеть это на фреске. Поэтому форму бороды для левийцев корректно брать с этих изображений. Вот этой фигурке я подделал волосы. Бороду сделал округлой формы. В принципе, такие бороды носили в Северной Африке. Если судить вот по этой статуэтке. Хотя она более позднего периода, чем нужен нам. Вернемся опять к этой же фигурке. На ней я сделал еще кое-что. Сейчас про это расскажу. Эту терракотовую фигурку мы разбирали, когда говорили про щиты. Теперь обратите внимание еще на одну деталь. На шее воина висит амулет в виде полумесяца. Среди левийцев очень сильно распространились культы карфагенских богов. Даже после оккупации карфагенских владений римлянами, еще более ста лет культы финикийских богов оставались очень популярными. Скульптор звезды, делая набор нумидийской кавалерии, посчитал, что это край керасы и сделал на всаднике керасу с узором в виде полумесяца. В принципе, вполне возможной интерпретацией. Я считаю, что это мог быть еще и амулет на шнуре или цепочке. По крайней мере, такие амулеты левийцы Адермохиды носили в волосах, вплетая их в начале гребня волос у собственного лба. С Меллипута я сделал Адермохидов такие украшения в волосах. Также на шее этого воина. Адермохидов порой реконструируют в одном поножи. Это делается на основании сочинения Силия Италика. Книга 3, страница 278-280. Это сочинение первого века нашей эры, когда войны с карфагенянами уже давно прошли. Вполне возможно, что автор просто присочинил такую экипировку левийцев. Довольно странно, что легкая пехота застрельщиков носила один понож налево на е. Это сильно бы замедляло бег, что для легкой пехоты критически важно. Один понож носили римские воины в эпоху республики. Это удешевляло экипировку воинов. Но это была тяжелая пехота ближнего боя. Поэтому я сделал всего одного воина с поножем, а остальных без них. Будем считать этого воина командиром, вождем этого отряда. Немного надо сказать про кавалерию. На нумидийских конях от звезды есть технологическое отверстие в боку для крепления всадников. Поскольку мы крепим всадников более надежным и простым способом, о чем я рассказывал в прошлом фильме, нам необходимо перед окраской заделать эти отверстия милипутом. Теперь наша армия готова к покраске. В следующем фильме расскажу, как делать подставки и грунтовать модели. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал Варгейм Рус, Солдатики и Моделизм. Жми сюда и смотри интересные видео. Субтитры создавал DimaTorzok